Ну что ж ребятки, я вас всех приветствую, сегодня будет новое видео, в котором я вам покажу систему крафта, как она работает и что в принципе лучше крафтить, поэтому видосик будет интересный, ставьте лайки, ну и конечно подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч рублей, вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж ребятки, давайте сначала по порядку, как вообще открыть крафт, как он вообще выглядит и где его найти. Вы нажимаете кнопочку tab, нажимаете инвентарь и здесь получается будет крафт. Начнем давайте с предметов, здесь у нас есть инструменты, а именно отбойник, пила и метла. Эти инструменты очень любые для работы, то есть с помощью допустим отбойного молотка вы будете намного быстрее добывать руду, с помощью пилы вы будете намного быстрее добывать дерево. Ну а с помощью метлы вы будете быстрее убирать, я думаю это все понятно, то есть это чисто такие инструменты для работы. Они как бы не вечные, они не навсегда, у них там есть свой ресурс, то есть вы не сможете вечно как бы им пользоваться. Возможно там пару часов и все как бы, и он у вас просто пропадет. Переходим дальше к аксессуарам, здесь очень интересная темка, особенно для меня, я уже получается себе скрафтил вот такой вот золотой кейс, я вам чуть позже покажу как это было. Здесь получается есть рюкзак, сумка, мешок, кейсики есть, самый дорогой кстати кейс, как я считаю это вот этот. Вот этот кейс сложнее всего как бы крафтить, потому что здесь очень много ресурсов надо, я думаю вы сами понимаете, и он вам обойдется реально в копеечку. На каждый предмет шанс крафта 50%, то есть вы не думаете то, что вы допустим там насобирали ресурсов и вы сможете с первого раза его скрафтить. Возможно со второго, возможно с третьего, но у меня получилось кстати с первого раза. Мне лично из аксессуаров понравились только кейсики, но я уверен в том, что в будущем здесь будут появляться еще новые аксессуары, это 100%. Дальше переходим к одежде, но здесь ничего интересного нету, допустим этот скин есть в контейнерах, возможно его убрали, возможно теперь его там нету. Крафтить их на самом деле тоже довольно-таки сложно, потому что нужно хлопка 20, тряпок 30, то есть это все нужно скупать у игроков, либо самому добывать. Как я и сказал, если вы не знаете где допустим тряпку взять, вы просто нажимаете на тряпку, вам об этом здесь пишется, нажимаете на хлопок, вам тоже об этом здесь пишется. То есть если вы вдруг не понимаете где это все достать, просто вы на это нажимаете мышкой и вам показывается информация. Вот эта темка уже довольно-таки интересная, потому что ящик с материалом допустим, да, у меня есть эти чертежи на материалы, то есть если мы скрафтим получается, мы получим 2500 материалов. Это достаточно много, то есть внутри ящика 2500 материалов, вы можете брать материалы из ящика по частям. Ящик с консервами, темка реально тоже очень-очень-очень полезная. Здесь нужно очень много ресурсов, то есть сырой рыбы 150 килограмм, картофеля, капусты, помидоров. Следующая это получается большая аптечка, после крафта вы получите 5 штук больших аптечек. Каждая такая аптечка восполняет ваше здоровье до 160 хп. То есть это та же самая, знаете, марихуана, но как бы более легальная, то есть за эту аптечку вам ничего полиция как бы не сделает, у вас не будут ломки и у вас не будет наркозависимости. Также есть адреналин S, после крафта вы получите 5 штук адреналина S. Каждый такой адреналин моментально вводит вас из стадии при смерти и восполняет ваше здоровье на 160 хп. То есть допустим, обычный адреналин вас просто поднимает и там нужно жать какое-то время. Этот адреналин вы его используете, он сразу моментально вас поднимает и сразу дает вам 160 хп. Ну и также здесь есть получается бомба C4, вы можете ее скрафтить. Для этого нужна электроника, тряпки и набор юного пиротехника, который можно купить в 2.4 на 7. Ну и последний это чертеж улучшения аксессуара. Я уже пробовал два раза, было неудачно, но данная темка тоже имбовая. Но там есть свой нюанс, допустим, с помощью этого улучшения аксессуара можете улучшать рюкзак. И у вас, я так понимаю, будет больше слотов. Если вы, допустим, один раз улучшили, можно еще раз улучшить, там до 15 раз можно улучшать. Но, если вы улучшите один раз и второй раз будет неудачно, то все придется делать заново. То есть в этом такой очень большой нюанс. То есть, если вы, допустим, уже 5 раз прокачали, если на 6 раз у вас, получается, не получится, то все ваши улучшения полностью слетают. Ну а теперь я вам предлагаю посмотреть, как я себе скрафтил вот такую замечательную кисть, как это было. Продолжение следует... Ну что ж, ребятки, давайте я вам покажу, как выглядит вообще система крафта. Попробуем скрафтить, получается, ящик с материалами. У нас, как бы, будет несколько попыток, поэтому давайте попробуем. Полетели, нажимаем просто пробел. Так, сажение не получилось, еще раз пробуем. Еще раз, да, не получилось. Просто 3 раза подряд не получилось, понимаете? Я перед этим еще пробовал 3 раза, у меня тоже не получалось. Я на самом деле очень серьезно этим всем занимаюсь. То есть, видите, у меня есть бриллианты, у меня есть железные слитки. То есть, я потихонечку себе коплю и хочу в будущем, возможно, еще кейсик крафтить, возможно, какой-то скинец там и так далее. Давайте теперь приместимся на завод, я вам покажу, как вообще работает переплавка. И вот здесь, за складом, получается, находится данный персонаж. То есть, мы у него сейчас можем, кстати, забрать мои ресурсы. Да, вот 10 алмазиков. Короче, что вы делаете? Вы просто приезжаете и сюда перекидываете, именно наверх. С нижней строки вы будете уже потом забирать. То есть, вы так вот перекидываете, здесь вам пишется информация, вы хотите передать в плавительный цех железную руду 4 штуки. То есть, по итогу мы, кстати, получим 2 штуки, потому что оно делится на 2. И потом, через время, вы как бы можете приехать и это забрать. Но, ребятки, важная темка, то, что если вы не в игре, плавительный цех не работает. Точнее, плавильный цех не работает, если вы не в игре. Чтобы у вас все это обрабатывалось, чтобы вы потом могли забрать слитки, вам обязательно нужно быть в игре. То есть, если вы не в игре, вот эта темка не работает. Поэтому, имейте это в виду. Короче, ребятки, давайте я вам покажу систему именно кладов, как их искать. Нам нужно сначала купить прибор, лопату и, как бы, батарейки. Это все можно приобрести в магазине 2.4х7. Получается, мы нажимаем использовать прибор. Здесь можем почитать информацию, на какую частоту можно, как бы, настроить этот прибор. То есть, вот, разная частота для разного металла. Там, железо, медь, бронза, алюминий. Я, блядь, не понимаю, как оно работает, на самом деле. То есть, я вчера целый день пытался что-то найти, я ничего не нашел. Так вот, бронза тоже нихуя не работает. Я не понимаю, либо это у нас забагалось, либо я хрен его знаю, потому что у меня вообще ничего не загорается просто. Ничего не работает, хотя частоту я выставляю правильную. Бегаю в нужном месте. Каждый Payday, получается, оно спавнится заново. То есть, был Payday, я специально дождался. И ничего не могу найти. Не знаю, может, подскажите мне в комментариях, возможно, я реально тупой. Вот, все, как бы, бегают. Видите, здесь людей у нас вообще нету. Я думаю, если бы это работало, если бы хотя бы люди что-то находили, то здесь людей было бы больше, понимаете? То есть, по логике, должно оно спавнится везде. То есть, во всех местах, как я понимаю. Каждый Payday. Payday был 5 минут назад. Никто ничего выкопать не мог за это время, потому что это нереально было бы. Я думаю, вы сами понимаете. Поэтому, я не знаю, либо я что-то неправильно делаю, либо оно просто не работает. Я уже облазил 3 места. У меня ничего не работает. Я бы вам сразу еще показал бы эту систему, но почему-то у меня это не работает. То есть, нигде ничего не срабатывает, ничего не показывает. Я уже бегал-бегал и вчера, и сегодня ничего не помогает. И ни один я такой, ребятки. Ни один я такой. То есть, многие мои люди из Фомы, подписчики, тоже бегали, пробовали. Ничего не работает. Ну что ж, ребятки. Вот такое получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. Я вам постарался все объяснить, показать, рассказать. Надеюсь, то, что у меня это получилось. И видео это вам было полезное. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.